Джеймс Маккена, Джанин Глайста при участии Мэтта Фонтейна. Твой первый миллион. Перевод с английского Валерия Башкирова. Второе издание. Эта книга – путеводитель по личным финансам и накоплению, разумным тратам и инвестированию. Она внушает уверенность в своих силах, в том, что твое финансовое благополучие зависит от твоих решений. Написанное ироничным языком, издание поможет ребенку вырасти финансово независимым и подкованным, принимать правильные финансовые решения и ощущать ответственность за свою жизнь. Для детей от 8 лет и их родителей. Отказ от ответственности. Эту книгу следует рассматривать исключительно как источник информации. Мы не несем ответственности за результаты финансовой активности тех, кто последует нашим советам, в том числе за возможные прибыли и убытки. Мы же не знаем, куда ты собираешься вкладывать деньги. Может быть, в волшебную пыльцу единорога. Так что не стоит сваливать на нас всю ответственность. Просто не вкладывай деньги в подобные проекты. Жизнь полна неожиданностей, особенно если речь идет о деньгах. Веди себя разумно, эконом, зарабатывай и вкладывай деньги с умом. Не совершай досадных ошибок. Это повысит твои шансы стать миллионером. Введение. Почему именно миллион? Миллион – цифра с шестью нулями. Это много или мало? Для кого как? Для большинства миллион рублей – куча денег. Если разменять миллион на сотенные купюры, он будет весить почти 10 килограммов. Однако для настоящего миллионера, а тем более миллиардера, миллион – не такая уж большая сумма. Подумаешь, миллион – копейки. В общем, все зависит от точки зрения, от того, сколько у тебя денег. У большинства денег немного. Значит, миллион рублей для нас – приличная сумма. А теперь поговорим серьезно. Увы, не каждому читателю этой книги удастся скопить миллион. Да, миллионерами станут не все из вас. Если бы стать миллионером было легко, по улицам ходили бы толпы миллионеров. Ты видел эти толпы? Ну вот то-то же. Чтобы стать миллионером, придется принять на себя определенные обязательства, долго и упорно трудиться и кое-чем пожертвовать. Это может сделать каждый, но делают далеко не все. Неужели плата за будущие финансовые независимости так высока? Хочешь – верь, хочешь – нет, но многие ответят на этот вопрос утвердительно и подкрепят свой ответ делами, даже если в глубине души считают плату не такой уж и высокой. Некоторым не только не удается скопить что-то сегодня, они умудряются профукать будущие доходы, влезая в долги и оформляя кредиты на покупку ненужных вещей. Соблазн тратить больше, чем получаешь, так велик, что его очень трудно побороть. Те, кто ему поддается, живут одним днем. Они не задумываются о будущем финансовом благополучии. Но поверь, деньги тебе еще пригодятся. Что дают деньги? Независимость. Финансовую независимость можно купить только за деньги. Точка. Деньги предоставляют тебе выбор. Не нравится начальник? Никто не мешает уйти с работы. Достали соседи? Купи другую квартиру. Хочешь объехать весь мир? Пожалуйста. Надоело заниматься балетом? Можешь выбросить пачку и пуанты. И все потому, что у тебя есть деньги. Безопасность. Жизнь – симпатичный зверек с острыми зубками. Сегодня она улыбается, а завтра может обрушить на тебя неприятности. Если у тебя есть деньги на черный день – резервный фонд, то можно защититься от ударов судьбы. Представь, что симпатичный зверек укусил тебя за ногу и требуется сто тысяч на операцию. Если в резервном фонде есть миллион, ты сможешь оплатить лечение и останется еще ни много ни мало – 900 тысяч. Возможность помогать другим. Ты, конечно, понимаешь, что все мы в одной лодке. И миллион может сослужить хорошую службу не только тебе и твоим близким, но и окружающим. Многие миллиардеры, миллионеры, да и менее состоятельные люди тратят не только на себя, но и на других. Они жертвуют на благотворительность, образование, искусство, помогают бездомным и даже начинающим предпринимателям. И от этого не становятся беднее. Почему именно миллион? Любовь к деньгам тут ни при чем. Деньги не цель, а средство. Деньги дают финансовую независимость, в то время как их отсутствие означает финансовую зависимость или, хуже того, долговое рабство. Может быть, именно сегодня тебе и не нужен миллион, но рано или поздно деньги понадобятся, если только ты не собираешься всю жизнь просидеть на шее у родителей. Впрочем, и в этом случае деньги не помешают. Потому мы и написали книгу. Несколько лет мы проводили исследования и беседовали с сотнями детей и подростков, пытаясь понять, что им надо сделать, чтобы скопить миллион как можно раньше. Мы надеемся, что наши наблюдения и выводы помогут и тебе достичь этой цели. Главное запомни, будущее не зависит от прошлого. Неважно, где ты родился, в городе или деревне, неважно, есть ли у тебя семья или ты сирота, живешь ли в полной или неполной семье, у приемных родителей или в детском доме. Неважно, богат ты или беден. Любой человек, и тому есть множество примеров, может начать с нуля и сказочно разбогатеть. Кроме того, сегодня стать обладателем миллиона легче, чем когда бы то ни было. Разумеется, если ты все делаешь правильно и знаешь несколько относительно несложных способов обогащения. Что следует знать в первую очередь? Чем раньше ты начнешь получать доход и копить, тем больше у твоих денег будет времени для роста. Забегая вперед, скажем, к счастью, тебе не придется копить миллион, просто складывая в кучу тысячные купюры. Мы откроем один секрет. Если у тебя есть небольшие сбережения, ты можешь сделать так, чтобы деньги сами помогали тебе копить. Иными словами, деньги делают деньги. Подумаешь, секрет, скажешь ты. Это же всем известно. Да, ты прав, но это же потрясающе. Особенно если учесть, что ты еще очень молод, и деньги начнут работать на тебя довольно рано и будут работать долго. Главное, принимайся за дело прямо сейчас. Сладкий успех. Мы знаем одну девочку, которая в возрасте пятнадцати лет открыла кондитерскую в заброшенном здании на Перекрестке в неблагополучном районе. Бизнес развивался успешно, и вскоре рядом начали открываться новые магазины и офисы. Со временем неблагополучный район стал процветающим. И все благодаря замечательной кондитерской. Это произошло не в России, а в Америке. Но главное, что наша героиня исполнила свою мечту и заодно изменила к лучшему мир вокруг себя. Мечтай с умом. Что ты сделаешь с миллионом? Купишь позолоченный скейтборд и начнешь раскатывать по улицам, чтобы поразить воображение прохожих? Приобретешь самолет? Одного миллиона, пожалуй, не хватит. И отправишься отдыхать на экзотический остров? Или ты мечтаешь о чем-то более практичном? Например, о хорошем образовании? Или о покупке жилья для своей семьи? Или о помощи людям, оказавшимся в беде? Имея миллион, ты многое сможешь. Что ты выберешь? Желаем тебе научиться зарабатывать и скопить миллион, чтобы потом потратить его с пользой и удовольствием.